Страшная беда, которая грозит молодежи, это наркотики. Для того, чтобы еще раз обратить внимание работников школ на социально-психологическое тестирование, как-то действующий и уже зарекомендовавший себя эффективный способ борьбы с наркоманией, администрация района провела семинар, нацеленный на дальнейшую профилактику незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Такие семинары у нас проводятся регулярно, уже в этом году. Это второй по счету семинар. Конкретно сегодняшнее мероприятие посвящено, завершает цикл мероприятий, которые были проведены в рамках месячника. Московской областью объявлен сентябрь месяц за здоровый образ жизни и профилактика наркомании. В целом, по району употребление наркотиков имеет тенденцию к снижению. В этом году в сравнении с предыдущим на 30% стало меньше случаев задержания лиц, употребляющих наркотики. Это связано и с тем, что полиции удалось выявить два наркопритона, достаточно долго действовавших в Щелково. За текущий период 2016 года на территории обслуживания проводились оперативно-профилактические, неожиданность операций в деле, сообщили, где торгуют смертью и маг, в ходе которых было выявлено и раскрыто 17 факторов сбыта наркотических веществ. В общей сложности сотрудниками ОКО «Уголовного розыска» и территориального подразделения «Уголовного розыска» было изъято из незаконного оборота более 250 грамм героина и более полутора килограмма других наркотических средств и психотрудных веществ. В Щелковском районе уже третий год ведется работа по выявлению детей, которые могут попасть в группу риска по наркозависимости. В школах по специальной программе проводится социально-психологическое тестирование, позволяющее на ранней стадии обнаружить наступление опасности. Уже в наших школах поступило 4055 заявлений. Тестированию подлежат в этом году 4780 обучающихся. Готовятся к графике компьютерного тестирования и проводятся индивидуальные консультации. «Как показывает практика, у наших пациентов кельные перегибы в воспитании отмечались. Многие родители говорят, а я не хочу тестировать свой ребенок, я ему и так доверяю. Но, к сожалению, как показывает практика, родители, это в основном последние, кто узнает, что английский человек стал наркоманом». На семинаре говорили о самом главном, о том, что семья и школа должны вместе заниматься профилактикой наркомании. Что необходимо в среде подростков находить активных помощников, способных вовремя подсказать своим товарищам о губительности психоактивных веществ. «Здесь, после этого собрания, после совещания, должно остаться и здесь. Короткий путь, гармония мыслей. Любить, дружить, советоваться, чтобы дети были равны нам. Мы должны построить свою жизнь так, чтобы они раскрывались перед нами. Тогда все будет хорошо». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».